Если у тебя слабый ПК и ты не можешь юзать Stable Diffusion, но очень хочешь генерировать и догенерировать свои картинки, это видео для тебя, в нем я покажу одну нейросеть, в которой можно свободно, бесплатно генерировать и догенерировать картинки. Естественно, не без ограничений, как в Stable Diffusion, но по моему мнению это лучшее из бесплатных, которые можно использовать на любом компьютере. Для начала немножко важной информации и потом сразу перейдем к нейросети. Чтобы исправлять косяки нейросети, вам понадобится знание в фотошопе. Сейчас по скидке есть возможность записаться на мой курс по фотошопу и художественной обработке фото всего за 100 рублей. И не важно, есть ли у тебя знания в фотошопе или нет, если нет, то научим, если есть, расширим. На моем курсе вы научитесь свободно ориентироваться в интерфейсе фотошопа, пользоваться всеми инструментами, фильтрами, плагинами. Немного в курсе затронем и Lightroom. Ученики получают все программы, которыми я пользуюсь, фильтры, плагины, текстуры, кисти, пресеты, экшены. Помогаю ученикам получить фотошоп последней версии со всеми новомодными примочками, инструментами. Такими как генеративная заливка и удаление объектов, которые работают на базе искусственного интеллекта. Научитесь делать арты вручную, то есть без помощи нейросетей самостоятельно собирать коллажи в фотошопе. Это очень увлекательный процесс, а также сохраняется максимальная детализация. Пока есть возможность, записывайся на мой курс всего за 100 рублей. Переходи по ссылкам в описании, там вся информация. Нейросеть называется Fusion Brine. Переходим по ссылке в описании и вас выкинет на стартовый экран. Нажимаем на кнопочку начать и вас выкинет на окно регистрации. Проходим обычную стандартную самую простую регистрацию. Я уже зарегистрирован, поэтому нажму просто войти. После регистрации вас уже выкинет в окно редактора. Тут у нас есть рабочее поле, панель инструментов, рамка генерации и рамка непосредственно промптов. Основные инструменты это у нас ластик, загрузить свое изображение, отменить и повторить. Также есть подсказка с горячими клавишами, но я думаю тут прочтете, разберетесь. Кнопочка скачать, когда ваше изображение готово, ну и масштаб. На окном генерации есть возможность выбрать соотношение сторон. В меню промпт пишем то, что хотим видеть. В меню негативный промпт пишем то, что не хотим видеть. Есть еще вкладка стиль, можно выбрать сразу же стиль, не прописывать в промпте, чтобы сэкономить время. Но лучше промпт и негативный промпт прописывать как можно более развернуто. Я смею полагать, что все знают, как работает обычная генерация. Пишем то, что хотим получить, нажимаем сгенерировать и ждем. Меня же больше интересует до генерации. Загружу картинку, которую я сделал с Table Diffusion. Размещаю ее примерно по центру, делаю чуть поменьше. Эта нейросеть генерирует только за пределами картинки. Нажимаем сохранить и даже промпт писать не буду, просто нажму на генерацию. Немного подождем и он расширит наше изображение. А чтобы генерировать в самом изображении, нам понадобится ластик. Допустим, перегенерируем окно. Берем инструмент ластик и стираем все то, что у нас будет перегенерировано. Можно попробовать сгенерировать несколько раз, чтобы получить именно то, что вам нужно. Теперь в этой нейросети можно генерировать видео по текстовому описанию. Но оно генерироваться очень плохо и очень короткое. Так что не рекомендуем. На этом все. Все необходимые ссылки будут в описании под этим видео. А если ты уже проходишь мой курс, для тебя есть специальное предложение по Gold пакету. Напиши мне. Продолжение следует.